привет всем танкистам всем любителям игры war of tanks или мир танков приветствую вас питмандед на своем канале и сегодня как я и обещал мы поговорим о пт сау немецкой ветки пз штурер эмиль 5 это пт сау 7 уровня мы посмотрим сегодня ттх наши пт сравним ее с такими же пт его же уровнем то есть посмотрим другие пт седьмого уровня и сравним посмотрим чем этот танк хорош или чем он плохо давайте сразу же пробежим по его ттх по быстренькому гараже у меня его сейчас нет я его продал но мы сегодня посмотрим два боя принципе я считаю довольно показательных два боя они покажут вам на что способна это пт сау ну и вы сможете сделать свой выбор стоит ли вам проходить вообще эту ветку стоит ли вам покупать еще раз хочу напомнить что это ветка более подходит скажем скилованным игрокам или тем игрокам которые уже хорошо знают карту хорошо умеют пользоваться плюсами того или иного танка ну и вообще людьми которые хорошо ориентируются в самой игре для новичков эта ветка будет тяжеловато ввиду того что в этой ветке практически отсутствует броня ну а то что присутствует это просто скажем жестяная часть корпуса и так что мы имеем мы имеем 850 прочности принципе это довольно таки неплохо для пт сау на этом уровне дальше идет у нас масса 33 тонны при мощности двигателя 300 то есть это довольно таки мало вернее масса то большая а двигатель у нас слабенький то есть скорость у нас не ахти разворот у нас маленький на месте вот скорость поворота всего лишь 30 если взять тот же скажем борщ восьмого уровня у него 34 при массе 20 тонн то есть вы сами понимаете что печально с разворотами скоростью здесь очень печально скорость 25 на 5 километров всего лишь больше чем любая от британской ветки ну и смотрим бронирование корпуса кстати с бронированием корпуса здесь не все так печально как на других пт сау этого же этой же ветки 50 у нас лоб то есть эта маска кстати очень часто она рикошетить не скажу что она постоянно рикошетит но спасает особенно если вы выезжаете из-за холма что на этой пт довольно таки довольно таки приятно делать так как другие пт имеют очень плохое склонение орудия вертикально а у этой пт сау с этим все отлично орудия склоняется на 15 градусов вниз то есть вы можете выезжать из-за холма нагибать наше дуло и будет видно только вот эта верхняя часть ваши кабинки экипажа ну и будет высовываться только дуло этим танк и опасен для своих противников смотрим дальше что у нас есть урон базовым снарядом 225 375 но здесь приведены данные стоковой пушки эта пушка стоит на премиум танке дикер макс мы ее рассмотрим дальше тоже довольно таки неплохая пушка и хорошая скорострельность стоит дпм у него отлично смотрим дальше бронировать бронепробиваемость базовым снарядом 127 211 211 как правило стопроцентный экипаж скорострельность 7 и 5 скорость горизонтального наведения 26 градусов в секунду и обзор обзор у нас ребят замечательно 400 метров просто отличный такой же обзор мы имеем на пт сау 8 уровня борщи дальность связи у нас 265 но это стоковая рация и так комплектация у нас идет орудие двигатель ходовая так далее но это стандартный набор стоковый экипаж у нас здесь всего пять человек как вы видите такой же экипаж у нас и на борще на девятом уровне у нас уже будет на одного члена экипажа больше поэтому подготавливайте заранее одного члена экипажа на другом танке закрываем и теперь смотрим первое орудие это орудие который стоит на дикер максе 105 калибр скорострельность 7 и 5 пробитие 169 300 для седьмого уровня 169 слабоватенько конечно но если вы скиловый игрок или игрок который уже научился выцеливать слабые места у противника то это пушка вам не будет в тягость в начале игры ну и на всякий случай есть голдовая 227 пробитие что довольно таки замечательно фугас 53 380 урон в принципе для сбития захвата вам хватит разброс 036 и бай 3 сведения довольно таки нормально средний показатель и так что с этим у нас все отлично ну и посмотрим скажем самое сладкое ставим на конец и посмотрим рацию рация у нас топовая 700 метров довольно таки приятно можно светить если есть возможность и благодаря рации мы можем передавать сведения нашим союзникам идем дальше двигатель 310 он отличается не сильно от стока всего лишь на 10 но здесь плюс вероятности пожара 15 процентов разница 5 процентов весьма ощутимо но советую как и на пт 8 9 уровне подставлять перед так как впереди у нас самая уязвимая зона двигатель трансмиссия то есть горит танк если ему лупят в лоб очень часто поэтому старайтесь прятать свою лобовую часть 6 у нас максимальная нагрузка 38 с половиной тонн что позволяет дополнительные оборудование ставить ну и вообще передвигать наш танк с пункта а в пункт б давайте теперь посмотрим самую сладкую часть этого этой пт сал это ее топовая пушка открываем и смотр калибр 128 скорострельность 435 и теперь смотрим средняя бронепробиваемость для седьмого уровня ребята 231 с альфой средний 490 то есть это средний показатель 490 вылетают ребят и 560 и 600 фугас 65 и 630 вылетает также до 900 у меня было фугасом но это я стрелял уже по корме попадал разброс 036 и время сведения 2 и 5 если вы поставите досылатель и приводы наводки то время сведения у вас где-то будет 2 и 3 ну и дпм увеличится у вас скорострельность где-то до 4 скажем и 5 выстрел в секунду но если шоколадкой то там еще больше если боевое братство будет и еще больше то есть как вы видите пушка довольно таки мощно для седьмого уровня аналогов просто нет причем эта пушка очень легко разбирает также девятый и десятый уровень в десятком вы не попадете разве что если во взводе с кем-то но девятки восьмерки для вас никакой скажем проблем не составит на удивление на этой пт сау у меня количество побед больше чем наверное на любым другом пт на которых я играл не знаю почему но очень очень и очень приятная пт может на ней не так приятно кататься но когда она попадает противника ребят это просто кайф она разваливает все с двух трех выстрелов а так как у нас хп насколько вы помните всего лишь 850 и при плюсуйте два точных попадания со среднем урона 490 это у нас получается сколько 90 80 дамага то есть двух выстрелов мы отбиваем свой свое хп и идем уже в плюсе и этот плюс идет нам в кпд если вы успеваете сделать 4 и 5 выстрел то сами понимаете что ваша кпд будет просто расти на дрожжах поэтому это там очень хорош для ребят которые хотят поднять свою статистику кпд ну и вообще кайфовать от игры ну и давайте теперь посмотрим соперников нашей пт сау перейдем в исследование и начнем советской ветки советской ветки седьмого уровня посмотрим у нас su 152 знаменитая и su 100 м1 смотрим пт сау су 152 прочность у нее побольше будет 870 у сушки у нас всего лишь 830 то есть меньше чем у нас давайте по скорости посмотрим 45 тонн мощность двигателя 500 то есть динамика пт сау советские ветки они намного лучше чем у немецкой то есть эти обе пт сау будут пошустрее нашего эмиля смотрим дальше скорость поворота здесь 20 и здесь 32 мы скажем сушка послабее на поворотах чем наш немец но вот пт сау су 100 м1 будет пошустрее на 2 на 2 секунды что дальше бронирование по броне тут понятно что он советские будут покруче то есть у советских присутствует хоть какая-то броня и она очень часто рикошет смотрим дальше урон базовым снарядом ну все мы знаем знаменитую фугасницу который стоит на су 152 это ужасное оружие хотя дпм у нее небольшой там три чем-то 339 скорострельность а усу 100 м1 у нас скорострельность 822 ну это на стоковой пушке у топовой будет чуть меньше если я не ошибаюсь ну и у 152 есть также топовое орудие такое как стоит на су-100 или на квасе там дпм конечно колоссальный там 8 чем-то выстрелов в минуту при уроне 390 среднем альфе но проблема пробитие пробитие там всего 170 миллиметров ребят для седьмого уровня это просто крах то есть седьмой уровне он еще будет пробивать а вот восьмой девятки будет страдать поэтому все ездят с фугасницы фугасница наносит хоть какой-то урон а иногда и наносит ваншоты если танк скажем не имеет брони или вы зашли ему в корму или попали в бок то есть эти две пт сау подойдут тем игрокам которые любят хоть какую-то защиту или еще плохо знают слабые точки своих противников но по сравнению с конечно у немца очень хорошая альфа пробитие колоссальное пробиваемой все голды у нас там даже нету она и не нужна и по склонению орудия у немца конечно большой плюс у сотки вообще орудия не склоняется усу 152 также проблема с вертикальной на наводкой то есть им обоим нужно выезжать из-за холма полностью высовывать свой корпус чтобы попасть противника но и за это время их очень быстренько разбирает так как скорость допустим у сушки очень слабенькая сотка еще успеет смыться или отрикошетить у нее довольно таки неплохие рикошетные лобовые части но все равно это их не спасают я считаю что немец все таки будет покруче закрываем эту веточку и переходим к немцам немцев существует на седьмом уровне еще замечательная пт сау яхт пантера 2 ой попутал просто яхт пантера 1 когда-то я ее очень любил то принципе и сейчас уважаю довольно неплохая как видите хп у нее столько же сколько у эмиля 850 но мощность двигателя и скорость просто колоссально разворот поворот на месте 30 и при скорости 55 она просто как самолет но ребят она очень светится она очень большая и видно издалека по моему мнению эмиль имеет маскировку куда лучше ну и броня броня здесь конечно нехти также 80 50 40 но если правильно поставить ромбами то бывает рикошет скорострельность орудия стокового 1579 в топе довольно неплохая пт сау можем ее гляну вот топовая пушечка посмотрим 200 пробития 320 на самом деле на седьмом уровне 200 это не особо большой показатель но есть 244 голдой поэтому можно использовать время сведения к вы видите 17 это просто бомба мгновенно сводится для этого уровня и точность 034 просто ну колоссально орудия конечно у пантеры просто бомба я считаю одним из лучев вообще на этом уровне но после введения новой версии вернее новой ветки немецкий пт могу сказать что штурер и миль просто колоссальная машина для этого уровня ребят 490 альфа при его хп 850 как я уже говорил два выстрела и вы выполнили свою работу домашнее задание и давайте посмотрим теперь американскую ветку что у нас есть на седьмом уровне чтобы не задерживаться на седьмом уровне у нас т25 это тот же халкет разбиратель его не стоит пушка одинаковая с халкетом броня чуть больше но на самом деле картон картон по хп у нас тут 800 вообще то есть она нам вообще для имели она на два выстрела и гараж дальше т25 пожалуй это тоже одна из лучших на седьмом уровне птш и так как она очень скоростная практически летает как легкий там 56 можно сказать это ст поворот на месте 30 пушечка у нее довольно таки точная ну свою скажем моем понимании 038 и 17 также сводится она очень быстро чем-то похоже это пушка на пушку от я и первым немецкой пробитие здесь 198 принципе для седьмого уровня это нормальная пушка но для 8 9 уже слабоватенько хотя принципе я и такой же пушкой прошивал и десятки 038 разброса принципе пушка не скажу что самое точное но принципе допустим нормально можно стрелять по сравнению с советскими где 044 046 уссу 152 с фугасницы там вообще 055 разброс поэтому я считаю это точная пушка и довольно таки неплохая броня у нее также присутствует небольшая но иногда рикошете 88 76 борта и 36 корма мой 38 корма то есть отлично то есть если ее выбирать с немцем я даже не знаю за кого бы ну чтобы я из них двоих выбрал ну пожалуй наверно немца потому что люблю хорошие пушки с хорошей альфы чтоб если вы убил так уже вы убили и еще у нас на этом уровне испытая что у нас еще есть а ну принципе мы разобрали т25 картон полностью и пушка такая же как у халка это 160 пробития и 240 урона но можно сказать ни о чем единственный плюс этой пт это ее скорость и незаметность идем дальше открываем францию смотрим что у нас франция 7 а м x а с 46 больше пт у французов нету открываем смотрим 820 прочность меньше чем у немца двигатель довольно таки солидно но все наверно встречали в игре эту пт сау миль 46 и она очень скоростная очень быстро бегает бронирование корпуса 120 40 40 лобечник иногда рикошетит но принципе для немцев вот этой ветки которые мы с вами сегодня обсуждаем это не проблема прошивается он очень даже хорошо а его рога которые находятся над его корпусом проламываются любым орудиям то есть простреливать можно очень легко в принципе я лупил просто по корпусу и пробивал все-таки 230 с копейками пробития позволяет нам пробить 120 миллиметровую броню и наклон здесь не не сильно большой поэтому приведенная скажем броня даже с таким наклоном максимум будет около 200 миллиметров это я думаю наверное 200 не будет это 150 180 так что мы и проламываем очень даже хорошо обзор 350 как вы видите пт-шка слепая так же как и советские советские там вообще по 330 по 320 то есть а для меня скажем обзор это большой плюс так как он дает вам шанс вы сделать первый выстрел от этого иногда зависит жизнь особенно в конце боя когда у всех уже мало хп ну и откроем англичан посмотрим что у нас здесь на седьмом на седьмом у нас здесь от и семь смотрим прочность 1250 это просто монстр по хп ну каждый из нас знает что это машина разбирается просто в пухи и прах так как башенка который находится сверху разбирается очень быстро а еще боковые пулеметчики также пробиваются или нижний бронелист ну а бока и карма прошивается на ура по всего лишь по сто одному миллиметру и лоб двести три то есть на самом деле для этой игры для современных игроков эта машина очень быстро она живет практически пару секунд после засвета обзор как вы видите у нее 350 она слепая скорость 20 можно ее даже не обсуждать просто машина для терпимости выехал и терпишь у китайцев и японцев обсуждать тут нечего у них просто нету линеек пт и так что хотелось бы сказать хотелось бы сказать что ими седьмой уровень пт сау немецкой ветки новой имеет какие плюсы первый плюс это его орудие как я уже говорил скорострельность у нас конечно не очень но в принципе терпима бронепробитие у нас 231 в среднем напоминают среднем может и до 300 проломать но это уже от вбр зависит и средний домах 490 точность 036 и время сведения 2 и 5 то есть нам хватает ребят всего лишь два три выстрела чтобы уже заработать на хп и поднять свою статистику плюс этой пт то что у нее очень хорошие вертикальные углы на лодке то есть пушка пускается на 15 градусов такие карты как химмельсдорф все знают знаменитую горку на которой поднимаются тяжи вот я на этой пт спокойно иду вместе с тяжиным в первом ряду потому как поднимаясь через горку я могу высунуть только свое орудие и чуть-чуть верхней части кабины экипажа то есть попасть в такую часть очень тяжело для танков противника а мне на открытой местности влупить в любой танк просто будет наслаждение поэтому всем советую попробовать этот пт танк пт сау и я думаю вам понравится тем более впереди после этой пт идет знаменитый борщ машина моей любви вот он мой красавчик я его снова купил продал уже девятый уровень так как почти прокачал десятку лафелтраген е100 но там уже выкачу за свободный опыт за деньги потому как нет желания мне играть на девятке а на восьмерке можно и командах побегать вот такой вид я ее чуть-чуть переделал как вы видите это не родной вид который варгейминг представляет здесь уже шкурку одел но мне эта шкурка очень нравится так танчик напоминает становится каким-то живым как в реале войну немцы любили надевать что-то на свои танки украшать и делать каким-то индивидуальными вот и я его таким сделал ну и так что дальше перейдем мы сегодня с вами посмотрим два боя как я уже обещал оба боя будут красивые и ответят вам на многие вопросы как заработать мастера и как получить войну и так продолжим в бой и так ребят вот мы вошли в бой как вы видели процент на победу у нас всего лишь 28 то есть нам показывает что шансов у нас нет как вы видите моей команде очень много новичков красненьких по 2000 боев всего лишь у противника более скиллованные игроки ну и посмотрим на этот бой что он нам покажет здесь мы в топе на удивление я буду ускорять тех местах где не стоит нам задерживаться и так погнали здесь я занимаю место где обычная пт стоя и пытаюсь контролировать проезд на горку как у нас получится уже посмотрим вот м7 пытаюсь свестись ваншот первый клиент готов как вы видели 440 хп и домой вот тайп пятьдесят восьмой наш клиент новый пробиваем им башню здесь засвет и мы откатываемся как вы видите скорость желает лучшего но и и этого хватает и так я пытаюсь кого-то выцелить но как вы видите скалы мешают и очень тяжело пока мы держимся неплохо 32 но это пока здесь я люблю стоять потому что противник часто ошибается вылазит на открытую местность ну а для пт на открытой местности танк это смертник поэтому ждем сорок третий пытается бороться с нашими союзниками вот тайп пятьдесят восьмой делает ошибку и получает на пятьсот одиннадцать урона как вы помните средний урон четыреста девяносто вот здесь я не успел отъехать и получил сто семьдесят один урона от сорок третьего хочу отомстить выжидаю ошибки сорок третьего и вот он ошибся и ушел в гараж три фрага проигрываем шесть семь уже шесть восемь уже и вот кв один делает ошибку получает пятьсот сорок четыре хп минус и уходит за камень ждем дальнейших его ошибок чтобы он выкатился высовываю только гуслю но мы по ней не будем стрелять подождем лучших времен нас обходит справа как вы видите т25 противника и 29 четвертый фраг но мы проигрываем уже семь десять восемь десять и вот появляется квас недобитый выцеливаем его но он уходит ждем дальнейшие его ошибки и вот оно свершилось пять фрагов как вы видите счет девять одиннадцать теперь десять одиннадцать и как вы видите скилловые игроки которые имели больше шансов на победу начали сливаться поэтому я всегда говорю не смотрите на оленемер не смотрите на скилл игроков иногда он просто набитый набитый или в песочнице или во взводах или в командных каких-то боях или на амбо танках такие как вас халкет всем советую кстати оленемер вин 8 это новый счетчик который показывает правильно ваше кпд он берет средний показатель с каждого танка а раньше такого не было раньше бралось со всех танков вместе бралось средний результат теперь берется с каждого танка просчит просчитывает то есть если вы в песочнице вы не получите большой скилл то есть для того чтобы получить большой скилл вам нужно набивать очень много хп снимать с ваших противников то есть наносить очень много урона и приносить большую пользу к своей команде чем больше вы приносите пользу команде тем больше вам начисляются баллы этот танк это пт сау штурер эмиль вам в этом поможет даже не думайте иначе как вы видите у меня хп всего лишь 850 а урона я уже нанес больше 2000 то есть то есть уже в два раза превысил свое хп а это довольно большой плюс к моему кпд вот я замечаю кв1 но его забирают и я решаю обойти через маяк и пройти к базе противника здесь я ускорю ускоряюсь чтобы не задерживать видео пытаюсь пройти на базу здесь ничего не случится интересного останавливаюсь время от времени для просвета и здесь пытаюсь просветить базу чтобы подсветить своим союзникам и чтобы вместе разобрать до конца уже эту команду счет 11-11 в принципе равны вот я подсвечу гв пантеру жду ее выстрела вот вот она по ней выстрелили отработала наша арта это тоже идет пз5 такой же каким мы его то вот амх появляется арта ее забирает наша арта очень хорошо отработала она в этом бою и здесь я добираю свой шестой фраг хуми на этом бой закончился и как вы видите я взял 6 фрагов отключу сейчас этот реплей включим посмотрим вот воин то что мы только что смотрели с вами вот победа заработал я 27 1882 и 1094 опыта командный результат как вы видите у меня первое место и подробно чистыми я заработал 19000 это без прем аккаунта с премом было бы 32000 чистыми то есть в принципе танк еще и кроме того что хорошо дамажит и наносит урон противнику и поднимает статистику он еще и приносит вам хорошие деньги для седьмого уровня это довольно таки существенно потому как на той же я и первое очень все очень дорого стоит как снаряды так и вообще починкой на ней дамажить скажем противника и зарабатывать хорошие суммы очень проблематично а на этой птсу вам это будет удаваться итак перейдем к следующему реплею который я вам хотел показать у меня уже также заготовлен я только подготовлю для вас реплей что вы посмотрели в конце и так это будет карта утес вот этот реплей и посмотрим как заработать можно на этой медленной птсу на самом деле медленность пт сглаживается именно альфой пушки ее точность и нанесение урону противно если у пт нету хорошей пушки то я считаю что это не пт то есть просто на ней очень тяжело играть и иногда просто невозможно на таких пт как великобритания на тэшках играть очень тяжело там получается две ситуации или вы доезжаете до противника он умирает или противник приезжает к вам но уже умирает ваша команда итак здесь мы в самом низу списка как вы видите процент победы 49 у нас в команде соперника много скилованных игроков не скажу что сильно скилованных но довольно таки неплохих ребят этот бой еще чем замечательным тем что в нем я взял мастера находясь в самом низу списка и это хороший вам пример там мы были чисто в топе а здесь мы чисто в попе итак посмотрим да еще хотел бы вам сказать пока идет этот счет что у этой пт довольно слабый горизонтальный угол наводки вот у меня внизу индикатор как вы видите и во время боя вы увидите как поворачивается пушка пушка у нас поворачивается всего на 5 градусов влево или вправо итак выдвигаемся здесь я ускорю запись чтобы вас не задерживать становлюсь на свою любимую позицию и ждем противник вообще на аллее стоять очень тяжело иногда если пролетит какой-то типа елки светляк то у вас здесь могут разобрать очень быстро поэтому нужно аккуратно если влетает светляк надо его очень быстренько ликвидировать вот кв5 получает на 571 видим объект 704 и ждем клиенту вот кв5 не угомонится и получает еще на 550 вот из отгребает на 466 все ему мало ждем от него ошибок пока команда соперника ошибки не делает сильно большие вот появляется наш объект излюбленный и отгребает на 479 даже советская броня как вы видите не может устоять против такой пушки вот забираем мы сделаем свою ошибку отгребает еще и кв5 неугомонный здесь отрикошетил я пытаюсь уйти в зону засвета как вы видите он не может меня засветить хотя находится практически в притирку моему ПТ вот 29 уходим засвета и с не светится стоит видать за горочкой ждем ошибок пока счет 10 8 довольно неплохо если считать что был всего лишь 49 процента на победу я долго ждал этого боя так хотел взять мастера на эмиль и этот бой мне удался здесь жду ИСУ застрял немножко на холмике и здесь не рассчитал немножко ИСУ меня подхватило уже выстрел без засвета осталось у меня всего 25 хп как вы видите я ваншот забирают нашу ИСУ и бой закончен как вы видите это ПТ может просто перевернуть весь бой с ног на голову как вы видите победа 35249 денег и 1285 опыта и знак классности мастер и снайпер смотрим командный результат 4198 урона 2 фрага и 1285 мы получили опыт довольно таки неплохо и чистыми мы получаем 19354 в том бою у нас было также что говорит о том что даже на седьмом уровне мы можем довольно таки неплохо зарабатывать деньги благодаря вот такой замечательной ПТ поэтому всем советую исследовать эту ветку танков вот замечательные дальнейшие представители это восьмой уровень борщик и девятый вы также это видео можете посмотреть на моем канале ну и в дальнейшем я думаю посмотрим еще другие ПТ-САУ жду ваши комментарии ставьте лайки если понравилось подписывайтесь на канал делитесь моим каналом друзьями ну и до новых встреч всем пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч